для того чтобы найти какую-то интересную тему для видео я смотрю сайты с вопросами священнику чтобы узнать что людей интересует и моему удивлению когда я стал так делать я увидел что вопросы которые задают люди в интернете на этих сайтах они скажем так очень специфичная при этом часто приходят люди в храм чтобы поговорить со священником я как и другие священники у меня есть там дежурство когда я нахожусь весь день при храме кто-то приходит храм поговорить со священником мы говорим и вот в таких вот беседах когда живой человек пришел ногами храм никто не задавал вопросов каких-то поверхностных люди которые приходят в храм они задают вопросы глубокие и серьезные а вот люди которые в интернете задают вопросы по крайней мере на тех сайтах о которых я говорю ну их вопросы они как-то меня честно говоря удивляет удивляет именно отличие такое принципиальное чтобы было понятно я даже сейчас решил вот посмотреть на сайте журнала фома какие вопросы есть ну и пройтись с вами ответить может быть я не прав вот что я подумал может быть на самом деле эти вопросы мне они кажутся простыми и поверхностными людей это на самом деле интересует это важно ну вот я решил сделать такой эксперимент ответить на 100 вопросов сайта журнала фома почему так много потому что почти все эти вопросы предполагают очень короткий ответ ну например что будет если надеть чужой крест ничего не будет мы и так все носим чужой крест мы носим образ креста господа нашего иисуса христа так что какой именно вариант этого образа мы надеем и носил ли его кто-то до нас не имеет абсолютно никакого значения можно ли назначить чисто без хиратесии читать на службы в отсутствие хиратесированного чтеса священник может благословить а хиратесировать самого чтеса он не может только епископ может это сделать дальше куда деть карты таро в мусорку или в костер можно ли посещать по ерехмахерскую и красить волосы по праздникам до ответ можно что значит искать царство божие вот это хороший вопрос может быть даже стоит об этом отдельное видео записать коротко говоря это исполнять волю божию выраженную в заповедях его потому что именно исполнение заповедей и есть путь для нас в царствие божие я говорю сейчас про православных христиан которые уже имеют и веру христианскую и находятся в церкви христовой можно ли иметь дома антицерковную книгу только если вы собираетесь написать на нее разоблачение или опровержение что может запретить духовник грешить может запретить если же он дает какие-то запреты не касающиеся духовной жизни относящиеся к чистой мирской жизни в таком случае следует спросить у другого священника все ли здесь в порядке есть специальное постановление синода против лжестарчества которое запрещает священнику влезать в ту часть жизни своих духовных чат которые не имеют непосредственного отношения к их религиозной жизни там например за кого будете замуж и так далее нашел иконы в съемной квартире куда их ну там же оставить поскольку квартира не ваша икона соответственно не ваша чужое брать мы не можем можно ли писать церкви записки за иноверсов нет нельзя почему в религии унижают самооценку человека так кажется только гордым людям у которых слишком завышенная самооценка религия не унижает человека она помогает ему трезво смотреть на себя без разных фантазий и самообмана можно ли не крещеному просить бога помощи можно можно ли веселиться в день смерти дедушки нет нельзя можно ли приводить детей на причастие до молитвы после родов в течение 40 дней после родов по церковной традиции женщине стоит воздерживаться от посещения храма на 40 день священник читает молитву с благословением уже и заходить и молиться и приступать к царству кто такие столпники в православии это монахи подвижники которые проводили жизнь на столпе то есть на высокой скале стоящей изолированно от других кто такой святой дух православии третье лицо святой троицы три единого бога пресвитер кто в православии это священник одно из знаменований священника древняя можно ли носить под одежду икону богородицы можно нужно ли жить в доме умершего до 40 дней не нужно сможете жить можете не жить здесь и религиозного ничего нет можно ли вешать иконы на клей можно но если икона бумажная и потом предполагается ее снять со стены в таком случае крыльей может ее деформировать повредить и в этом случае лучше бы что-то другое грех ли на троицу взять из храма траву не грех можно ли поздравлять с родительской субботой в принципе можно хотя это не праздник это просто день поминовения усопших поэтому поздравлять так особо и не принято но если поздравили кого-то греха в этом нету кем мне приходится дочь крестницы никем когда именинный если у святого несколько раз день памяти в тот день который ближе всего к дню вашего рождения если любое увлечение это страсть то что насчет чтения не любое увлечение страсть а греховное увлечение страсть можно ли мирянину читать иисусову моритку можно как обрести доверие богу это хороший вопрос по нему отдельное видео я уже снял как относиться к изображениям медицинского креста спокойно относиться не как к религиозному изображению если мы смотрим на карту и видим перекресток мы же не относимся к этому как к религиозному изображению вот тоже самое из изображением медицинского креста теряю крестики что делать попробуйте выбрать прочную веревочку никуда они больше не потеряются как читать псалтырь но можно читать псалтырь либо информационно для того чтобы понять что написано там либо если вы уже прочитали псалтырь именно таким образом и поняли что там написано можно читать молитвы на псалтырь первом случае читать лучше на русском во втором случае считать лучше на церковно-славянском Поскольку это ваше добровольное дело, вы можете сами выбрать режим чтения псалтыря. Можете читать по кафизме, можете по псалму, можете хоть всю псалтырь за раз прочитать, если есть такая возможность и желание. Что такое престольный праздник? Каждый храм посвящен какому-то святому или же какому-то событию священной истории, например, Рождество или Вознесение. И вот когда происходит по церковному календарю или память этого святого, или память этого события, тогда и считается это днем престольного праздника, то есть главного праздника данного храма. После службы поцеловал руку священника, потом крест. Это грех? Нет, не грех. Зачем в 21 веке верить во Христа? Ну, затем же зачем и в предыдущие 20 веков? Чтобы спастись от греха и вечной погибели. Можно ли переходить дорожку, которая посередине храма? Ну, в принципе, можно. 10 лет во церковь лена, от духовника нет. Надо ли искать? Да, стоит поискать. Можно ли использовать свечи из Иерусалима при домашней молитве? Можно. Можно ли на радоденце утопить баню? Можно. Можно ли освященные яйца резать в салат? Можно. Как быть, если взрослый сын отошел от веры? Терпеть и молиться за него. Есть специальные молитвы о заблудших. Если нужно любить всех, то как быть верным мужу? Это вообще похоже на троллинг. Любовь – это не блуд. Иж тем более не прелюбодеяние. Любовь – это жертва. Любить всех – это не спать со всеми. Ну, думаю, на самом деле любой человек это понимает прекрасно. Можно ли на неделю после Пасхи зашить одежду? Можно. Освящен ли кулич, если я не вскрыл упаковку? Освящен. Как причаститься на светлый, если в пост не постилась? Лучше, если великий пост не постились, тогда и не причащаться на светлый. Если речь не идет про какие-то смертные случаи, если мы говорим про здорового человека, лучше подождать и на следующей неделе в посте светлый, попаститься и тогда уже приступить к причащению. Где доказательства бытия Бога? Почитайте книгу Энтони Флю «Бог есть». Там много их найдете. Если Бог не творит чудо, значит его нет. Бог чудес множество сотворил и продолжает творить. Но, возможно, здесь имеется в виду как конкретное чудо, о котором человек просит. Ну, так и вы тоже не исполняете все просьбы, которые вам адресованы, не правда ли? Вы выбираете, какую просьбу выполните, а какую нет. Только Бог имеет ничуть не меньше свободы, чем вы. Но если вы не выполняете чью-то просьбу, разве из этого следует, что вас нет? Точно так же и Бог, если не исполнил вашу просьбу или чью-то просьбу о чуде, вовсе из этого не следует, что его нет. Из этого следует только то, что он не счел полезным для прощащего в данный момент исполнить это чудо. Полезно ли изучать основу других религий? Только если вы собираетесь заниматься апологетикой или миссией. Так просто ради праздного любопытства не полезно. Что значит, если на Пасху дали возглавить крестный ход? Ну, значит, вам доверяют в этом храме и хорошо к вам относятся. И если атеист съест отсвещенные куличи, он станет верующим. Тоже похоже на троллида. Никого отношения поедания куличей к обретению либо потере веры не имеет. Почему католики не ждут благодатного огня? Потому что когда-то они пытались его присвоить, не получилось. Огонь благодатный тогда не исходил, пока православных не позвали. После чего католики сделали вид, что не очень-то и хотелось, и мол, мы в него теперь не верим. Можно ли покрасить и осветить яйца на светлой седмице? Можно. Если траур, можно ли на Пасху и радуйницу красить яйца? Можно. Ради гражданства отказалась от религии. Что делать? Прийти с покаянием в церковь, пройти чин присоединения, понести наложенную эпитевью, вернуться ко Христу. Можно ли по смартфону следить за текстом службы? В принципе, можно, но в храме это наверняка будет смущать других людей. Поэтому без крайней необходимости все-таки лучше этого не делать и лучше приобрести книжку с последованием службы. И следить по книжке, это, как правило, не смущает людей. Не так, как если человек всю службу смотрит, стоит ухнувшись в смартфон. Я мусульманка. Можно ли прикладываться ко кресту и иконам? Если с благоговением и с верой во Христа, как Бога, то можно. Можно ли носить крестик и звезду Давида? Нет, нельзя. Можно ли чистить зубы перед причастием? Можно. Можно ли самим осветить вербу? Нет. Любое освящение совершается священником. Можно ли на вербное работать в огороде и в саду? Нет. Этот день нужно посвятить Господу. Кто такой благочинный? Это священник, помогающий архиерею, координируя деятельность сразу нескольких приходов, объединенных в благочиние, то есть часть епархии. Можно ли причащаться и прикладываться к святыням, если кровоточат десна? Нельзя, за исключением случая, когда человек при смерти. Правда ли, что в православной церкви обитает много бесов и демонов? Неправда. Напротив, православная церковь единственное место на земле, в котором человек освобождается от влияния бесов и демонов, если прилагает для этого достаточно усилий. Дочь принесла свечку с отпевания, правильно, что я отнес ее в храм. И отнести в храм не грех, и оставить дома было бы не грех. Кто такие херувимы? Один из ангельских чинов, то есть святых духовных сил, служащих Богу. Кто такой Иерей в православии? Это я и другие священники. Почему в церкви культ страдания? Культа страдания нет, а есть глубокое осмысление страдания. Есть, говоря по-современному, лайфхак. Как можно собственное страдание обратить себе на пользу? Так или иначе, страдают все люди. Как те, что в церкви, так и те, что вне церкви. Но многие мучаются без какого-либо смысла и пользы для себя. А в церкви страдание становится средством очищения для души и путем в рай. Почему Бог в Ветхом Завете жестокий, а в Новом любящий и милосердный? На самом деле наказание от Бога грешникам есть как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Например, Анания Сапфира. Также и слова о любви к человеку и примеры милосердия Божия к людям есть как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. Например, книга пророка Ионы. Так что Бог-то и по своим словам, и по своим делам, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете один и тот же. За исключением одного. То, что в Новом Завете Сын Божий воплотился и пошел на смерть ради нас. Такого великого дела любви Ветхий Завет не знал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Можно ли креститься с татуировкой? Можно, хотя лучше бы татуировок не делать. Почему люди лицемерят? Причин несколько, упомяну две. Во-первых, чтобы скрыть от других внутреннее уродство своей души. А во-вторых, чтобы манипулировать другими людьми и добиваться от них того, чего хочется, самому человеку. Неужели христианам запрещено радоваться? Не только не запрещено. Есть заповедь «Всегда радуйтесь». Но это не про грешные радости, а про святую радость, которую привносит в сердце чистая совесть человека, живущего в мире с Богом и людьми. Произнес мусульманский лозунг «Я вероотступник?» Нет, но на исповеди сказать об этом нужно. И более не повторять. Почему Бог не открывается мне? Потому что сердце не очищено. Христос сказал «Плаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, а кому попал, Бог не открывается». Могут ли на исповеди расспрашивать о подробностях интимной жизни? Не должны. Святые отцы запрещают исповедовать блудные грехи в подробностях. Поэтому их просто называют, но без подробностей. Если же священник начинает об этом расспрашивать, то нужно сообщить об этом его епископу и к этому священнику более на исповедь не ходить. 11 сентября забыла про пост и резала круглое. Как искупить? Запрет резать круглое – это суеверие. Нужно пойти на исповедь и покаяться в грехе суеверия. От чего зависит постоянное спокойствие и как его достичь? От чистой совести. Пока ее нет, спокойствия не будет. Можно ли на воздвижение подавать записки за упокой? Можно. Можно ли верить массовым церковным рассылкам? Если это про странные призывы молиться разными неканоническими молитвами, то нельзя. Мне 15 не хочу молиться. Что делать? Понуждать себя – это нормально. Молитва – это духовное делание, духовный труд. Как зарядку сложнее делать, чем валяться на диване, так и молиться сложнее, чем не молиться. Можно ли в записке указывать неправославные имена? В церковных записках поминают только православных христиан. Соответственно, только их крещенные имена можно тогда записывать. С дочкой будут разные веры. Мы встретимся после смерти. Нет, к сожалению, не встретитесь. Только если и она, и вы будете православными христианами, живущими по воле Христа, вы сможете встретиться после смерти. Можно ли сжечь листок с текстом «Сна Пресвятой Богородицы»? И можно, и нужно. Это суеверие и лживый текст, который обличали святые, в частности, преподобный Симеон Дайбабский. Можно ли переставлять чужие свечи? Без крайней необходимости лучше этого не делать. На службе надо молиться, а не перестановкой свечей заниматься. Я не христианка. Можно ли молиться святому Николаю? Можно. Можно ли воевать православному священнику? Нет, нельзя. Священник, убивший человека, извергается из сана. Муж отвез ребенка в мечеть. Можно ли сделать его православным? Можно, если покрестить и воспитать в православной вере. Почему между православными и иудеями такое разделение? Потому что иудеи отвергают Христа. Продолжается ли духовное развитие после смерти? У праведников, души которых пребывают с Богом и в Боге, да, продолжается. Может ли христианин молить Бога об отмщении? Нет, не может. Если он христианин, то должен подражать Христу, тому, как он молился за распинающих его. Можно ли крестить Егором, а не Георгием? Нет, нельзя. Точно так же, как нельзя крестить Саньком или Шуриком вместо Александра и так далее. Я была православной. Могу ли принять конфирмацию в костеле? Только если навечно решили отправиться в ад. Потому что католицизм – это ересь. А предающиеся ереси Царство Божие не наследуют, как сказано в послании к Галатам. Сын любит мусульманку. Можно ли принять ислам, чтобы ее не потерять? Нет, нельзя. Потому что в этом случае вы предадите Христа и потеряете возможность спасения. Как перейти из ислама в православие? Прийти в ближайший храм, записаться на огласительные беседы перед крещением. Для чего я живу, если нет здоровья и семьи? Живите ради Бога, и тогда все в вашей жизни наполнится смыслом. Независимо от наличия или отсутствия здоровья и семьи. Свекровь доверяет целителям и приметам. Что делать? Если у вас хорошие отношения, попробуйте отговорить. Дайте им материалы, разоблачающие и обличающие этот грех. Если же отношения не очень хорошие, тогда просто молитесь. Почему на проскомедии осуществляется имитация убийства Христа? Не имитация, а символические действия, напоминающие о жертве нашего Господа. Потому что, говоря о Евхаристии, о проскомедии есть приготовление к Евхаристии, Христос сказал «Сие творите вы мое воспоминание». А о том, что именно нужно вспоминать, он также указал словами «Все есть кровь моя нового завета, которая за вас проливается». Вот мы и исполняем то, что нам повелел наш Спаситель. Что делать с кроватью, на которой умер человек? То же самое, что делают с домом, в котором умер человек. Ничего не делают. Живут себе и не заморачиваются. Кровать не виновата, что на ней кто-то умер. Верить, что какая-то энергия смерти может перейти на кровать – это суеверие, в котором нужно каяться. Заказала неусыпаемая псалтырь. Когда начнутся изменения в жизни? Когда начнете менять свою жизнь в соответствии с заповедями Божьими? Ну и сами начнете молиться. Можно ли креститься второй раз? Нельзя, это тяжкий грех. Мы веруем во едино крещение. Выпить воды из бутылки значит осквернить святыню? Нет. Святыню это не оскверняет. Мог ли Бог забыть нам что-то сказать? Нет, не мог. Правда ли, что сбывается сон подуспение? Нет, не правда. Можно ли во время месячных идти на отпевание? Можно. Можно ли в Страстную Пятницу красить яйца и закупать продукты на Пасху? Можно. Ну и вот таких вопросов, конечно, очень много. Признаться, немножко грустно становится, когда вот видишь обилие именно таких вопросов. Неудивительно и может быть даже нормально, что они есть. Но когда их большинство подавляющее, это уже, конечно, наводит на какие-то размышления. Вот. Ну, я это к чему записал? К тому, что, может быть, если есть какие-то вопросы у вас, напишите здесь в комментариях. И я посмотрю по возможности, может быть, что-то вдохновит меня на то, чтобы записать какое-то видео отдельное. Иногда бывают люди меня спрашивают, задают какие-то вопросы, которые требуют там многомесячных исследований. Да, это тоже нет возможности. Часто просто нет времени на то, чтобы записать столь обширные исследования. Это получается чересчур. С другой стороны, вопросы, которые предполагают ответы, либо да, либо нет, либо можно, либо нельзя, но тоже из них какого-то видео не сделаешь. Если что-то придет, что можно уложить в небольшой формат, и при этом достаточно интересно и не поверхностно, то было бы замечательно. Вот такое у меня, вот раз, может быть, не вполне обычное видео для моего канала. Благодарю вас за внимание и желаю помощи Божией. Крани вас Господь! Продолжение следует...